Здравствуйте, Репсима Аганесовна! До нас дошли слухи, что вы не собираетесь ехать на свадьбу к Йосифу. Почему? Я все-таки остаюсь так же неуверенной с Сашей, поэтому... Без обид, Саш. Поэтому я как-то не знаю. Моя бабушка скажет, пошел ты, Йосиф, далеко и надолго, и не туда тоже не поедет. Потрясающе. То, о чем я себе говорила. Саша, зачем ты сейчас это островишь? Это правда. Это понятное дело, потому что и бабушка хочет пообщаться с моими родителями. Точнее, бабушка Саши. И, разумеется, сейчас идет подготовка к свадьбе. Саша, смотри, смотри, какая ситуация. Сейчас, Соль, можно секунду. Мам, мы сегодня с тобой говорили, я не понимаю, почему ты снова говоришь по-другому. Йосиф, а потому что маме... Мы включаемся по видеосвязи с твоей мамой, и Саша, вместо того, чтобы поздороваться, начинает тебе угрожать и говорит, ну давай, дружок, после этого и бабушка моя не приедет. Просто бабушка Саша очень сильно переживает и с трепетом относится к тому, что у нас происходит. Мы сейчас говорим не про бабушку Саши. Круто, Оль, только это круговорот воды, понимаешь? Да, понимаю. Давайте поговорим с мамой, а потом поговорим про твою бабушку. Сегодня так, я не буду говорить. Какой смысл? Да, говорим. Олечка, ну мы уже все с ними решили, и мы приедем с отцом на свадьбу. Мартыныч, оденься. Мартыныч, тебе не стыдно так ходить? Тебя ж покажут. А тебе не стыдно, час ночи звоните, что вы? Давайте просто разберемся. Вот скажите, пожалуйста, сейчас, да, раз мы с вами на связи. В чем Сашина проблема? Оля, это уже не поменяется. Она просто сама себе в голове придумала то, что он постоянно будет изменять, постоянно будет... Ну, вот это не то, что я не знаю. Если женщина любимая во всю Россию опускает музыка внизу плинтуса, оскорбляет, я не знаю, может это шоу? Нет, это жизнь. Было бы шоу, мы бы вам не звонили по ночам. Это, к сожалению, жизнь. И почему-то Саша не хочет налаживать с вами отношения. Вот я одного не могу понять. Ну, Саш, ну того. Вот у тебя все друзья говорят, Саш, ты че, некрасивый, спокойно. Да мы сегодня говорили, потому что мы сегодня разговаривали, давай. Мы сегодня уже говорили, и не один раз мы будем говорить. Мы про сейчас, Ёйс, вы сейчас нагло. Слушайте, подождите. Саша себя ведет. Я сказал... Конечно. Нет, она ведет себя нормально, адекватно. Я с родителями поговорил. Я хочу от них услышать, что они будут на моей свадьбе, потому что я выбрал эту женщину. Неважно, да, есть проблемы. У меня также есть проблемы. И какие-то проблемы у Саши возникают только из-за меня. Они не хотят этой свадьбы. Они приедут, конечно, поддержать, но у них желания нет. Потрясающе. Слушайте, пожалуйста, меня. Я, конечно, всех очень люблю и уважаю, вас особенно, но ситуация в чем? Такой сарказм. Ситуация в том, что... Нет, это не сарказм. Ситуация в том, что у меня тоже есть родители, которые через неделю на это на все посмотрят и скажут, Саша, а вот теперь мы никуда не поедем. Почему я должна постоянно стучать в закрытые двери? Я не буду этого делать. Не хотите меня принимать? Не надо. Ну вот это неправильная, к сожалению, позиция, Саш. Неправильная. Неправильная позиция в том, что когда мы налаживаем контакты, постоянно меня всаживать. Мне это порядком надоело. Я тоже человек, у меня тоже есть родители. И я не виновата в том, что у нас разные менталитеты. Мы выбрали друг друга, такими, какими мы являемся. Саша, ну хочется, чтобы все-таки то, что вы выбрали друг друга, не просто выбрали, а хочется, чтобы вы жили. Сейчас. И если вы жить будете так же, вот даже сейчас не слушая со скандалами, со всеми, это, я не знаю, это уже будет не жизнь. Хочется уже даже в эфирах уже увидеть, чтобы приходили и не говорили, какие вы там, а сказали, посмотрите, какие ваши дети, как они любят друг друга. Понимаешь, видеть любовь. Мы пока видим, Саша, ну не обижайтесь, видим только, как вы друг на друга реагируете совсем по другу. То есть я уже привыкла, но вот моя бабуля точно не привыкла к тому, что у меня, вот про что-то про меня такое говорят. Извините меня, конечно. Я представляю, моя бабушка бы приехала и сказала, Саша, мы тебе найдем другого жениха, не то, что этот. Я представляю вашу реакцию, Репсима Аганесова. Нам поржала бы, успокойся. Саша, ну я же не, я плохого про тебя ничего не собираюсь говорить. И не говорила, и в принципе, когда приезжала, и мы с тобой разговаривали, мы сказали, что мы приедем. На свадьбу мы обязательно приедем, потому что это мой сын, его выбор. Ну я тебе просто, ты знаешь, что я тебе открыто говорю. Мне его выбор, я еще раз скажу, да, не нравится. Но если он любит, дай бог, чтобы у вас было все хорошо. Спасибо большое, Репсима Аганесовна, за то, что вы говорите то, что вы думаете, достаточно откровенно, но при всем при этом очень аккуратно и очень деликатно. И мне вот сейчас стыдно за Сашу, если честно. Хорошо, пожалуйста. Саша, Хамид, спокойно вам ночи, спасибо большое, что вы вышли с нами на связь. Саша, вот сама сейчас себе вырываешь. Я не буду ничего говорить. Саша, правда. Я бабушку только-только настроила. Я говорила, что это очень щепетильно. Просто сколько мы всего, на самом деле, как бы здесь уже обсуждали в контексте того, какая я ужасная, как мне не хотят принимать, что мы найдем там тебе армянскую невесту. Что еще там? Армянскую невесту искали полгода назад. Да это не имеет значения, Оль, факт в том, что постоянно... Не нашли, все армянские невесты отказались от ее. Оль, суть в другом то, что... Ты вспоминаешь, зачем это? Потому что мне это рассказывают дома, потому что мне об этом звонят и говорят, в *** там все или что. Мы не поедем никуда, не надо его привозить. Я очень долго настраивала свою семью на то, чтобы его привезти, чтобы моя семья его вновь приняла. С папой на секундочку, я до сих пор не общаюсь. И я не знаю, какой найти подход. Сейчас вы еще хуже все усугубляете, вот о чем речь. Мы? Вы все усугубляете. Вы все, каким поведением сейчас у нас мы решаем... Какая разница, что происходит между нами? Это только наша жизнь. Она никого не касается, абсолютно. Мне не жить с Лепсимой Адонесовной, мне не жить с моей бабулей, мне ни с кем не жить. Мне пригласить их на свадьбу, пригласить их на праздники, еще куда-то отправить денег, все до свидания. Валера. Послушайте, я удивлен на самом деле, как Саша хамски разговаривала с мамой. Саша, я понимаю, что... Тогда уже просто полтора года тебе одно и то же говорят, и говорят, не надо. Не знаю, скажи мне, блин, наедине. Не надо, это говорят на всю страну. Моя бабушка смотрит. Живешь на доме два, ты что, с ума сошла? Где логика? Ты постоянно грязь показываешь и удивляешься, почему к тебе такое отношение. Ты нелогична. Ко мне можно никак в принципе не относиться. Это простые вещи, простые вещи, причина следствия. Что непонятного? Ты с мамой хамски разговариваешь. Я всегда, кроме этой ситуации конкретной, разговаривала более чем... Саша, мы слышим сейчас, что он нам говорит. Саша, мы все слышали сейчас. Я повторюсь. До этой ситуации. Я скажу. Да, сука, я скажу. До этой ситуации. Я чуть ли не в жопу тебя целовала. У меня это... У меня тоже... Успокойся, закрой рот. Я же тебя не ругаю. Я думаешь, тебя не понимаю, что ли? Я думаешь, тебя не понимаю. У меня, сука, тоже есть родители. Понятно. Да я понимаю тебя, поэтому я молчу. Говорю, помолчи, чтоб лишнего не сказать. Ну, уже сказано столько всего, Сань. Ну, сама же реально... Да чем? Только ты усугубляешь данную ситуацию. Потому что... Я сказала... Закрой рот, пожалуйста. Закрой рот, Закрой рот. Ожми я! Где я сказал? Помолчи хоть раз в жизни, умней будешь. К сожалению, молчать Саше не удалось сегодня на Лобном. Я думаю, что много мнений, но я предлагаю прерваться. Потому что ситуация не очень, конечно, приятная. Саша, проведи, пожалуйста, еще раз работу на Даши. А что мне еще, блин, сделать? Помолчи, пожалуйста. Потому что через неделю, как ты сама говоришь, этот эфир посмотрят не только твоя бабушка, но и родители Йоси. И начнется все опять по кругу. Спасибо.